Следующее исследование это перкуссия сердца. Так как сердце располагается на диафрагме, то мы должны определить сначала правую и нижнюю границу легкого или диафрагму. Начинаем со второго ребра, перкутируем сверху вниз. В норме определяется шестое ребро. Выше шестого ребра, пятое межреберие, мы перескакиваем пятое межреберие и в четвертом межреберие находим правую границу относительно тупости сердца. Таким образом, палец плесиметр левой руки накладывается на четвертом межреберие и ставится палец плесиметр параллельно правой границы относительно тупости сердца. Перкуссия средней силы. Там, где укорачиваемся зуб, делаем отметку границы. В норме четвертое межреберие на один сантилеток наружу от правого края грудины. Левая граница относительно тупости сердца совпадает с верхушным толчком. Если мы находим верхушный толчок, то можем отметить левую границу. Если верхушный толчок определяется тяжело или плохо, не определяется, то мы должны методом перкуссии в пятом межреберии, начиная от передней подмышечной линии, вести перкуссию к сердцу. Руку поднимите. Отмечаем. Левая граница относительно тупости сердца. Теперь верхняя граница. Руку поднимите. Левую верхнюю границу относительно тупости сердца определяем, начиная со второго ребра, отступя один сантилетр от левого края грудины. В норме третий ребро. Дальше определяем ширину сосудистого пучка во втором межреберии справа и слева, начиная от околоключичных линий, методом чешачьей перкуссии. Нашли ширину сосудистого пучка в норме 5-6 сантиметров. После этого мы находим границы абсолютной тупости сердца. Начиная от границ относительно тупости, кнутри перпутируем методом тихой перкуссии. В норме правая граница абсолютной тупости находится в четвертом межреберии, проходит по левому краю грудины. Левая граница абсолютной тупости. На 1-2 сантиметра внутри от границ относительно тупости сердца. Верхняя граница, начиная от относительной границы верхнего сердца к внутренней, к низу. В норме четвертая межреберия. Таким образом, вот этот участок мы относим к абсолютной границе сердца, то есть не к любитой легкой межреберии. Дальше определяем конфигурацию сердца. Для этого необходимы дополнительные точки. Справа это третий межреберия, и слева пятый, четвертый межреберия. Нашли. Слева четвертый межреберия. Также находим точку в дополнительном. Соединяем эти точки. Получаем правый и левый контур сердца. Следующий этап. После определения границ сердца, сосудистого пучка, абсолютной тупости, мы переходим к определению размеров сердца. Есть два размера. Это длини сердца, начиная от правой границы сосудистого пучка, левой границы относительно тупости сердца. Вот это расстояние измеряем в норме 18-21 сантиметр. И следующий поперечник сердца, это точка, правая граница относительно тупости сердца до середины грудины. От левой границы относительно тупости до середины грудины. Вот эти два отрезка складываем, получаем поперечник сердца в норме 11-13 сантиметров. Правильный слой. Аминь.